И вот вы вновь выходите из портала времени, и ужасный баритон графа Дракулы все еще отдается эхом в ваших ушах, и обнаруживаете себя в Древней Греции. Поражение Дракулы стало тяжелым ударом для чоп-гоблинов, и теперь вы догадываетесь, что они ищут посох Коринфян, мощное магическое оружие из древних мифов и легенд. Они не должны заполучить настолько мощное оружие, вы должны найти его первым и использовать против них. И опять же презентация нового врага, которого мы встретим. Большие чопперы это мощные воины чоп-гоблинов. Немногое оружие способно их замедлить, и они могут уничтожить ваше здоровье буквально за секунды, так что будьте осторожны. И вот наконец-то после тяжелого боя с графом Дракулой мы перемещаемся в Древнюю Грецию внезапно. Тоже совершенно внезапная локация, но вот разработчику захотелось сделать Древнюю Грецию, и он сделал Древнюю Грецию, почему бы и нет. Наша цель найти Древний Посох, мы найдем его, опять же, намного раньше, чем следовало бы. Ой, посмотрите, какая красота! Голубой океан, солнце, облачка, белый песочек. Как хорошо, как хорошо и спокойно, после того месива, после замка Дракулы, где была ночь, где все было такое мрачное, и напряженное, и тревожное. Эта локация по атмосфере совершенно отличается. Посмотрите, пляжик даже есть с песочком, как хочется забыть обо всем, обо всех гоблинах, обо всех наших задачах, просто здесь поваляться, отдохнуть. Ну правда, я бы так и сделала, но, к сожалению, долг зовет, придется нам разбираться с гоблинами, раз уж мы их выпустили. И вот здесь есть еще секрет, здесь белые искры какие-то непонятные, и мы можем до них добраться, с этой скалы, но не с первого раза это у меня получается иногда. Вот, получилось. Теперь, если мы до них дотронемся, то для нас откроется секрет, мы получим тот самый мощный посох, о котором мы читали только что. Коринфянский посох, или коринфский, как он правильно называется, ладно, не так уж и важно, в общем, этот посох, работает он как ракетница примерно, то есть, одним ударом он разносит кучу врагов в кровавые брызги. И, может, даже сейчас я это продемонстрирую? Так-то мы его должны были найти гораздо позже, в конце уровня. Вот, а мы попадаем. Сразу можно уничтожить толку врагов. Ну, это еще не все, ладно, я не буду совсем все тратить, все патроны на них. Вроде бы все. Базы разбиваются, но у них ничего нет, я не знаю, зачем я их разбиваю, просто потому что могу, наверное. Тоже свой тип разбиваемых предметов, уникальный для этого уровня. Хоть в них ничего и не содержится, но иногда... О, смотрите, вот, ну вот, противник. Те самые мощные чопперы, как они там, воины гоблинов, о которых мы читали, но они не такие уж мощные парни, как их там представили, что они ужасная угроза для вашего здоровья. На самом деле, нет, они совсем не такие мощные и выносливые. Можно с ними легко дробовиком справиться. Дробовиком и кольями, в принципе, тоже, но дробовик на них лучше работает. Но все равно нужно соблюдать осторожность, потому что... Они сразу несколько топоров кидают, и очень быстро. Ой, какой красавчик. Как он нам приветливо улыбается. Так что вот он, конечно, здоровенный, но бояться его не нужно. Дробовик решает все проблемы. Как всегда. Очень много здесь монет. И вот патроны к косаху как раз океан нашли. Четыре штуки. Одна штука прибавляет... Один патрон, можно так сказать. Одно использование. Давайте здесь попробуем его применить еще раз. Ну и все, и, наверное, хватит. Остальных так добьем. Там была еще взрывная ваза. Но мы без нее обошлись. А, слышу. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Я бы не сказала, что это какие-то опасные противники. Даже на харде. Хотя на харде приходилось их больше опасаться, а не более быстрые. Но в основном ничего такого суперсложного. Самое сложное, что есть в этой игре, это Дракула. Но его мы уже прошли, к счастью. Пока мы туда не пройдем, потому что там решетка, нужно сначала найти рычаг, который нам ее откроет. Но я никуда не тороплюсь. Я сначала похожу, пособираю монеты, конечно же. Красивая голубая водичка. Вообще очень красивый и умиротворяющий уровень, я бы даже сказала. Пройдем здесь по балкону. Аккуратно. Какая красота, посмотрите. Еще что-то в воздухе летает. Такие светящиеся искры. Что это может быть? Крички. Секретная дверь открылась. За этой вазой. Была кнопка спрятана. И теперь мы можем взять секрет. Сначала убьем тут всех. Да, да, да. Размер не всегда имеет значение. Не знаю, этот враг меня вообще не пугает. Хотя, конечно, сначала, когда я его встретила, я думала, что он какой-то мощный. Ой, там еще кто-то. Незобитый гоблин был. Ну, на самом деле, нет. Так, все, мы тут взяли. Возвращаемся, но нам придется заново проходить тем же путем, так как прыгать мы не можем. Если мы уже спрыгнули вниз, то обратно мы не запрыгнем и придется опять бежать по этим лестницам, потом по тому балкону и так далее. Ну, а тут недалеко, пробежимся. Еще раз полюбуюсь на все вот это вот великолепие. Нет, нет, нет. Ничего не позволю ей сказать. Не надо меня обзывать. А вот и рычаг. Несколько дверей открылось. Мы открыли дверь, которая раньше была закрыта решеткой. И к тому же еще две двери открылись. Кроме этого. Яблоки. Давайте съедим все фрукты, которые тут есть. Чипсов, конечно же, тут не будет в Древней Греции, но будут разные фрукты. Здесь у нас просто красивые фонтаны и немного боеприпасов и аптечек. По-моему, больше тут ничего нет. Поэтому идемте в следующую дверь. Спускаемся куда-то в подземелье, похоже. Опять подземелье. И здесь у нас лава и платформы прыжковые. Прыгать мы не можем, но в некоторых местах нам это позволяется. И нужно куда-то еще ниже спускаться. Ладно, давайте. Я думаю, в лаву не стоит наступать. Ай! Не надо. Где она? До нее не так-то просто добраться. Давайте посмотрим, что здесь вообще есть. Много монеток. Много монеток. Много... Много... Можно туда запрыгнуть. И здесь есть... Да, вот... лестница, где я хочу побывать и все собрать, что тут есть. Тесакон получать попу я, конечно, не планировала, но... Тут не очень удобно уворачиваться. Собираем бонусы к здоровью, но, конечно, было бы полезнее их собирать, если бы у меня сначала было здоровье, а потом уже мы собрали бонусы. Ну, а чего нет, того нет. Ладно, вроде все. Давайте теперь вот эти монеты подберем и прыгнем дальше. Выше. Куда там не свалились, теперь нам нужно снова наверх. Ммм... Там ничего, вроде бы. Здесь аптечки и... А, вот еще бонусы. Надо было с другого края залезть и забрать их, но уже поздно. Ой, смотрите, сколько этих... Здоровенную коблину. Да что такое? Никак не могу попасть. Почему-то не получалось. В общем, бояться их не следует. Нужно просто не попадаться под их топоры и... А вот эти символы, нужно на них обратить внимание. Значит, здесь такой символ по центру, потом... Слева у нас вот такой символ, похожий на букву Е. Здесь заберем патроны для посоха. Заряды. И нам нужно посмотреть еще правый символ. Правый символ... Треугольник. Хорошо. О, монетка. Монетку тоже заберем. Чтобы не оставлять ее здесь в одиночестве. А, их даже две. Отлично. Посох должен храниться тут. Вам нужна правильная комбинация, чтобы открыть эту дверь, но это понятно. Комбинацию мы уже нашли. И... Вот и все. Вот и все. Давайте собирать монеты. Вон посох. Ну, мы его нашли... Чуть раньше мы нашли его... В секретной области. Ну, ничего страшного. Все. Мы заполучили этот посох. Мы выполнили свою задачу. Теперь осталось только перебить гоблинов, которые остались на этом уровне. Испытать посох на диле. И все. Теперь можно перемещаться дальше. И снова вы обнаруживаете себя в завихрении цветов. Последняя вещь, которая доносится до вашего слуха, это звук от секского манипулятора временем его активирования. Возможно, это их последний шаг, чтобы одержать победу. Вы оказываетесь в заброшенной пустоши. Будущее, которого нет, но которое может быть. Они транспортировали вас в альтернативный таймлайн. Мрачная дистопия, где чоп-гоблины уже выиграли. Вы находитесь в их главной столице, Чоппинграде, окруженной руинами человеческой цивилизации. А напротив вас странное индустриальное здание, которое должно быть их штаб-квартира. В гневе вы хватаетесь за ручку своего посоха. Захват мира просто означает, что еще больше чоп-гоблинов должно быть уничтожено. Пришло время для финальной битвы. И мы встретим новую разновидность гоблинов. Это гоблины будущего, гоблинаторы, которые превзошли ограничения плоти. И теперь частично гоблины, частично машины. И они гораздо быстрее своих собратьев и атакуют смертельными лазерными тесаками. И вот альтернативное будущее, которое нам нужно изменить и предотвратить его наступлением. Этот уровень тоже на харде был весьма сложным. Весьма сложным. Хотя таких боссов, как Дракула, тут не будет. Но здесь очень много гоблинаторов, которые действительно очень-очень быстрые. И они еще быстрее на харде. И когда их много, то очень непростая задача тут выжить. Ну, у меня здесь предпоследняя сложность. Мне будет чуть полегче. Если все сделать аккуратно и осторожно и правильно, то выжить... Пройти этот уровень вполне реально на любой сложности. Так, мы всех перебили. Теперь... Теперь задача осмотреться и потом открыть дверь в их штаб. Ворваться туда и всех перебить, естественно. В туалет. Все еще смывается. Как это ни странно. Что тут еще есть? В этих развалинах. Вот. Эта кнопка нам откроет дверь и сразу хватаем посох и начинаем всех крошить. Вот и красота. Тихо, спокойно. Как будто бы никого и не было. Ай. Пали вниз. И... Обратно нам уже... Нет... Нет хода. Только вперед нужно продвигаться. Здесь все силы боблинов сейчас на нас бросят. Все-все... Все враги, которых мы уже встречали, все будут на нас нападать, все пытаться нас остановить. Но у них этого не получится. Не получится это сделать. Поскольку мы настроены весьма решительно. куда можно пойти, либо туда, либо туда, либо можно еще зайти сюда вот вниз. Небольшой коридорчик. И один каблинатор нас тут поджидал. Тут ничего особенного нет, просто монеты и боеприпасы, но... Сюда стоит заглянуть и пополниться. Теперь выбираемся. Давайте посмотрим... Давайте посмотрим, что у нас в левом коридоре. Но сюда я бы не рекомендовала сразу ходить. Тут очень неудобно их отстреливать. А им очень удобно по вам попадать. Поэтому я бы лучше пошла вот сюда сначала. И перебила тут все. Давайте этим и займемся. Так, но это еще не все. Сразу так выскакивать на середину я, конечно, не буду. Аккуратно... Аккуратно заходим. Громилу убиваем. Наверху еще полно мелких. И где-то бабку я слышу. Все на меня орут, все пытаются меня убить. Да хватит. Хватит обзываться. Но все-таки тут у нас больше пространства... Пространства для маневров. Совсем избежать урона вряд ли получится, но... Все-таки... Рано или поздно у нас все получится. Осторожно. С врагами тут удобнее справляться. Еще один громила. Ой. Случайно упала. Ладно. Ничего страшного. Мы почти его добили. Но попадаться под его удар, конечно, не стоит. Ой. Что это с ним? Возьму еще боеприпасов и пойду дальше. Дальше у нас тоже несколько путей. Один путь перекрыт лазерами. Можно зайти сюда, и это у них что-то типа... Центр управления. Эти гоблины на нас внимания не обращают. Они слишком заняты... Своими хакерскими делами. Управлением... Этими терминалами. Ай. По себе попало. Но ничего. Все равно я перебью всех, раз уж мы пришли избавлять мир от гоблинов. Этих мы тоже перебьем, хотя они не агрессивные. Они на нас не кидаются. Они на нас вообще никакого внимания не обращают. Но... Тем не менее. Ни одного гоблина мы тут не оставим. У тебя немного странно, что они безоружные. Было бы гораздо интереснее, если бы они как-то нас атаковали. В общем, туда мы пока не пройдем. Там лазеры. Надо их как-то отключить. Ай. Отключение находится где-то... Где-то вот здесь нужно поискать. Поискать где это? А, по-моему... По-моему, это вон там, в том коридоре, который красным светится. Но мы туда зайдем позже. Сначала глянем, что у нас тут. Тут аптечки и патроны. Патроны я возьму, аптечки пусть пока полежат. Они мне скоро могут очень пригодиться. Ай. Ну вот, было 100, теперь 85. 15 хп они отобрали. Так, я кажется понимаю, где я оказалась. Это в том же коридоре, куда мы раньше не пошли. Но я лучше обойду с другой стороны, возьму аптечку, чтобы подлечиться. И вот сейчас я их перебью всех там оставшихся. В том коридоре. По левую сторону. Потому что сейчас я на гораздо более выгодной позиции, чем если бы я зашла снизу. Ну вот и все. Это все как-то... Как это было слишком легко? Это было слишком легко. Может быть все-таки стоило выбрать хардс. Аккуратно берем монетку. Ну а теперь мы обратно уже не запрыгнем. Нужно только спрыгивать вниз, но это делать нужно очень аккуратно, потому что если мы упадем в эту яму, то мы проиграем и придется начинать уровень сначала. Здесь мы уже были. Да, тут мы уже были. Вот и все. Мы все зачистили. Мы отключили лазеры. И сейчас нам осталось перебить еще огромную кучу врагов и все будет кончено. Нам дают очень много боеприпасов, очень много аптечек, очень много всего. Потому что тут сейчас будет столько врагов, сколько не было за всю игру. Но если их небольшими порциями выманивать, то никакой проблемы они не представляют. Просто нужно все делать очень аккуратно и не врываться туда сразу в толпу. Иначе тогда все может закончиться очень печально. Поэтому у меня такая тактика. Я высовываюсь из-за угла, стреляю и прячу обратно в грудь. И это работает. Вот так. Пополняем себя в боезапас. Там еще кто-то остался. Еще много кто остался, судя по звукам. Ай. Хватит кидаться. Сколько вас там? Ай. Здоровье уменьшается. Но у нас здесь достаточно всего. Аптечек очень много. Патронов много. И этого вполне хватит, чтобы выдержать эту финальную битву. С толпой гоблинов. Не надо. Гоблинские бабки это самое страшное, что тут есть. Все. Больше ничего не нужно мне. О. Еще один здоровяк. Давайте его атакуем. Боже, как. Все. Никого тут нет больше. Они могут за углами перетаиться и сразу их не увидишь. Отступаем. Ай. Отступаем и стреляем. Ну и можно немного полечиться. Хотя, по сути, это уже все. Это все. Как ни странно, больше нам врагов не встретится. Осталось только сделать одну последнюю вещь и все. И мы уже, можно сказать, победили. Уничтожьте кипергоблина, чтобы все закончилось. Я сначала боялась, что это босс, но на самом деле нет. Мы просто его должны уничтожить и уровень закончится. И все. Это немножко расстраивает. Конечно, было бы лучше, если бы это был босс. Но... Ладно. В любом случае, мы прошли игру. Мы победили. Из портала времени вы попадаете обратно в подвал музея. Своим собственным временем. Там же, где вы его оставили. Но что насчет чоп-гоблинов? Ваш взгляд падает в окно на улице. Городские улицы мирные, спокойные, не уничтоженные и не разрушенные. Кошмар закончился. Затем на ваши глаза попадается что-то в углу. Пыльный старый сундук, который был тюрьмой для чоп-гоблинов, все еще здесь и все еще открыт. Чоп-гоблины все еще где-то на свободе. И ждут возможности, чтобы снова напасть. Вот и все. Это конец игры. Можем себя поздравить. Мы все сделали. Мы прошли игру на предпоследней сложности. И что у нас... Ну да, здесь есть тидерборд. Можно посмотреть, сколько очков мы набрали. Собираем монетки. Не знаю, для меня это особо ничего не значит, но... Ну ладно, пусть будет. Можно также пройти лонс от гейна. Это новая игра плюс. Там есть собранное оружие. Ну... Если хочется чего-то новенького, можно попробовать бонусные уровни. Там есть кое-какие изменения. Там все будет немного по-другому. Давайте попробуем один. Давайте попробуем также зеркальный мод. Включим его и выберем сложность попроще. Просто чтобы посмотреть уровень. Просто хочу посмотреть и вам показать, что это вообще такое. Все уровни как бы отзеркалены. И к тому же... Тут будет все немного по-другому. То есть тут могут быть предметы в разных местах. Тут могут быть враги в разных местах. Могут быть дополнительные враги. Тут может быть что-то, чего раньше не было. Несколько новых типов врагов тут также встречается. Вот мы секрет открыли. Там совершенно новые вещи лежат. Которых на ножке не было. Тут я кого-то убила. Я даже не рассмотрела, кто там был, но... Тем не менее. Их уже нет. Кирпич на месте. Нажимаем кирпич. Дверь открывается. Розовые гоблины. Наверное, гоблины девочки. Если бы мы не нажали этот кирпич, то... Дальше бы мы не прошли. Потому что дверь закрыта. Дверь закрыта. По-моему, где-то здесь также она может открываться. Ладно, я не помню где, если честно. Мне очень трудно тут ориентироваться. Либо она тут совсем не открывается, либо еще нужно какой-то секрет найти я. Не совсем помню, но и ладно. Вот, смотрите. Совершенно новый враг. Которого на обычной сложности и в обычном режиме мы бы никак не встретили. Ну и также новые враги появляются тоже. Например, вот эти здоровые. И также бабки гоблинские. Гоблинды. Они сразу же нас встречают на уровне музея. Ну тут уже повеселее, потому что врагов побольше. И больше разных сюрпризов. Больше разных неожиданных ситуаций, к которым я еще не привыкла. Обычный режим я уже знаю очень хорошо, потому что я его несколько раз проходила. А вот этот режим, плюс еще в зеркальном виде, это что-то новенькое. Это уже дает какие-то новые ощущения, новые испытания, новый вызов. Тут уже ни в чем нельзя быть уверенным, уверенным, что я смогу пройти, что я смогу выиграть. Такое чувство, что тут больше движухи. Мне это нравится. Но здесь совсем другой враг. Тут не просто гоблин сидит, тут сидит пошаг графа Дракула. Монетки в воздухе висят. Как эту поднять? Нужно залезть повыше и спрыгнуть. Да, получилось. Отлично. Давайте пройдем один уровень только. Музейный я покажу. И все. На этом мы закончим. Просто хочется посмотреть, что тут такого особенного. Кто тут еще? Ой, как их много здесь. Ай. Их очень тут много. Ну, на самом деле это неплохо. Чем больше, тем веселее. Не всегда ожидаешь, когда они подойдут. Закрыто. А ключ в том же самом месте будет или нет? Ой. Смотрите, сразу машина. Она выезжает с гоблинами. Такое у нас было только во втором уровне, в нормальном режиме. Нет, тут совсем все по-другому. Кнопочка на месте, да. Тут портал за решеткой. Ключ на месте. Но нам на другую сторону никак не пройти. То есть нам по-любому нужно сейчас через комнату персонала проходить. Хорошо, давайте пройдем. Нужно как-то добраться до этого портала. Посмотреть, что будет дальше. Пробиваемся. Кто здесь? Ага, здорово. Спасибо. Здрасьте. У них тут есть новая способность телепортироваться у нас за спиной. Вот этого я не ожидала. И к тому же у меня кончились патроны для всего нормального оружия. Осталась только эта палка-стрелялка однозарядная. Вот это сейчас было опасно. Очень не хотелось проиграть. Ладно, будем как-то справляться с тем, что есть. Что такое? Давайте просто его кинжалом затыкаем. Надо не забывать про то, что у меня еще кинжал есть. Все, переходим. А, и все. Подожди, то есть уровень музейный был, получается, финальным в этом режиме. Ну, ладно, допустим. Прошли игру еще раз, только задом наперед, можно сказать. Но посмотрите другие уровни, они действительно интересные. И там некоторые вещи по-новому выглядят. Например, на уровне город там должна быть ночь. На уровне с Грецией должен быть закат. Очень красивое небо. Ну, а я буду заканчивать. Очень классная игра, всем советую. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.